В последнее время число желающих попасть в соседнюю республику Беларусь заметно сократилось. Об этом свидетельствуют данные Далговпиловского управления государственной погранохраны. Так, например, в 2015 году на контрольно-пропускных пунктах были проверены около 800 тысяч жителей, а годом ранее свыше 1 миллиона. В общей сложности поток сократился на 21%. Та, скажем, политическая ситуация, которая создалась на данный момент, это те же санкции по отношению к Российской Федерации, конечно же, уменьшила тот грузопоток и пассажиропоток. Он характеризуется в сравнении с продающими годами примерно 20% уменьшения. Но хотелось бы отметить, что нарушения, связанные с пересечением государственной границы в пунктах-пропусках, остаются те же. Чаще всего, приезжая на контрольно-пропускной пункт, люди вдруг обнаруживают, что забыли какие-то необходимые документы, например, паспорт. Фиксируются и другие нарушения. Отсутствие технического осмотра на транспортных средствах, что составляет большое число нарушений. Также ОКТО, это обязательное страхование. И плюс визовый режим, фактически отсутствие визы или другое, связанное с этим. Не становится меньше ввозимой контрабанды. Эти цифры остаются примерно на прежнем уровне. Взять, к примеру, 2015 год. Тогда был изъят около 8,5 миллионов сигарет. Прирост в сравнении с 2014 годом составил 0,3%. Чаще всего преступники пытаются провести незаконный товар через зеленую границу. Но бывает, что везут и через контрольно-пропускные пункты в надежде, что большая партия контрабандных сигарет не будет замечена. Впереди летний сезон. Многие жители планируют отдых в приграничной зоне, где ранее нужно было иметь при себе специальный пропуск. Сотрудники погранохраны спешат сообщить приятные новости. Расширена возможность, во-первых, получения этого пропуска, используя государственные порта Латвии и ЛВ. Также, как вы только что упомянули, пропуск не обязателен, если он, конечно, есть, не обязателен при себе. То есть пограничник в любой момент, проверяя режим, может проверить его в дальничии в инфляционной системе. Правда, такая проверка займет больше времени. Пропуск можно либо заказать на портале latvia.lv либо в любом управлении погранохраны Латвии. В преддверии сезона отпусков пограничники еще раз просят жителей не увлекаться, прогуливаясь по лесам приграничной зоны. Ведь даже если вы по невнимательности вдруг пересечете государственную границу, последствия этого поступка будут весьма печальными для вас, вплоть до возбуждения уголовного дела. Продолжение следует...